Ледовый дворец Мегаспорт вновь становится центром притяжения в столице, потому что сегодня здесь опять в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги встречаются Спартак и Динаво. Последний раз они выходили на лед друг против друга на этой же арене 14 ноября, и Спартак оказался сильнее. Сегодня эти команды уже не ведут борьбу за лидерство во всей лиге. Чуть вперед вышел Магнитогорский Металлург. Но вот поспорить за первое место на Западе можно и даже в нужном. Почему сегодня «Волку» выбрали в рамке? Ну, потому что мы белье дали отдохнуть немножко и поставили «Волку». На самом деле по плану так и шло у нас на сегодняшнюю игру «Волку» должен был быть. Акционов, один из центров сегодня в составе, уже полегче в каком-то смысле? Ну, конечно, полегче. То есть можно хоть вернуть сочетания, которые были до этого, до его травмы. Поэтому посмотрим. Надеюсь, это, конечно, большая помощь для нас в сегодняшнем матче. У вас непростой выезд был в том числе. И как-то даже вы говорили, что тяжеловато. Но вот на такие игры, как дерби против «Динамо», какой-то дополнительный завод команде нужен? Завод в смысле энергетики? Да не, я думаю, что ребята все прекрасно понимают. Это как бы исторические игры. Московские матчи «Спартак», «Динамо». Поэтому, я думаю, здесь особо мотивировать игроков не надо. Они сами все прекрасно понимают. Илья Каблуков против Александра Бурмистрова на точке сбрасывания. Поехали. Каблуков приехал к борту вместе со своим оппонентом. И шайба уже у «Динамо». Длинная передача. Промроса не будет. Отличная скорость у Ивана Муранова. Это гол! Первая шайба в матче есть. Прошло 36 секунд с момента старта сбрасывания. Мне кажется, что вот эта трапеция, которая была введена несколько сезонов назад, она очень сильно мешает вратарям. Потому что вот тут вроде как бы казалось, ну, надо выходить из ворот. Втроем там спартаковцы в углу оказались. Локальное численное преимущество. Но дальше шанс прекраснейший у Влада Михайлова. И шайба оказывается под щасками вратаря. Вот этот момент у «Динамо» опять неожиданно возникает. Да там у «Спартака» момент у Пашина тоже был неожиданный. Там она раз на пятак выскочила, и «Динамо» были не готовы. Тут, ну, в меньшей степени, все-таки Вишневского догнали. Может быть, это первая результативная передача и поможет автоматически решать в чужие ворота направить. А сейчас Егор Зайцев упускает прекраснейший шанс. Уже уложил вратаря вроде бы. Я думаю, что он в штангу попал. Циклаков ставит корпус, подталкивает Паленков. Гусев взял паузу, и это дало возможность «Спартаку» навязать борьбу на брос. Добивание, гол! Шайба оказывается в сетке, и забивает Максим Цыплаков. Я как-то обращал внимание несколько минут назад на то, что «Спартак» там кайками обрабатывал. Смотрите, сколько раз сейчас «Спартак» себе возвращал шайбу, которая, знаешь, ну, не шла идеально к игрокам. И в итоге выиграна борьба в углу, причем чуть ли вообще не самим Максимом Цыплаковым. 104 хита у Егора Зайцова, Петухов. Какой разворот и передача к Лукову. Опаснейший момент создает эта динамовская тройка. Вот она, в принципе, только моменты издается, плюс щелчок Гусева, и один раз, когда Мирона включался в атаку. И очень понравилось, как Петухов быстро сориентировался за воротами. Раз, они динамовцы выигрывают. А вот дальше у Широкова шайба сходит, и Парядин убегает. Один в ноль, бросок, Волков. Волков отбивает, а потом забирает эту шайбу себе. Отличный момент. С одной стороны, конечно, можно так говорить. Вот она катится и перескакивает через клюшку Магомеда Широканова. Ну, или проезжает подей. Но, вы посмотрите, как Парядин, он сразу собрасывал и поехал вперед. Вместо Ильенко выскочил, с Духовым и Михайловым поиграл. Момент создали. А теперь больше приходится обороняться. Парядин! Какой бросок! Какой гол! 2-1, Спартак впереди! Ну, вот, к сожалению, да, у Динамо, скажем так, в последних матчах, прям в артаре, временами пропускают то, что, наверное, не должны. Хотя, щелчок Парядина, безусловно, был очень сильным. Ну, знаешь, интересно, что только что Молков вытащил сложнейший выход. А здесь, после дальнего броска, шайба оказывается у него за спиной. Так же, готов уже отправлять в прорыв своих партнеров Артем Ильенко продавливает защитника Даниила Орлова. Клюшка даже вылетела из рук Андрея Кореева. Филин, просто чужую зону смены идут с Партака. Цыплаков берет паузу. Талалуев обратно Цыплакову. Цыплаков, целый коридор ему открыли динамовцы, но бросать не стал. Девятый номер, отличная передача, бросок. И Болков опять выручает свою команду. А вот он начнет быстро, интересно. Нет, смотри, Чайковский решил не отдавать Локсионова, но и тот так на смену поехал. Там удивительное дело, как вот этот бас Цыплакову прошел. Голдобин. Острый угол, бросок опаснейший. И не хватило второго движения «Спартаку». Правда, там еще и свисток прозвучал. Сергей Кулаков что-то объясняет сейчас игрокам. И у нас вторая рекламная пауза в матче. Широканов на синий, наброс, добивание будет. И это гол Даниил Поленков 2-2. Но эта тройка действительно у «Динамо» работает. Вот эта тройка приводит у «Динамо» шайбу в чужую зону и доставляет до ворот. И вот Широканов, кстати, у него первая, первая, да, в Кухрилл. Поздравляем. Да, поздравляем. Именно он набросил от синией линии. А интересно то, что добивал-то Поленков. Это Джордан Уилл. А также Кусев, Оделл, Меделл. И пакет на льду. Добивание голом. Эрико Делл. 3-2. «Динамо» забивает. Ты как будто знал, чем все это закончится. Я просто предполагал. И это вот все к тому, с чем мы вообще начинали. Вот, ну, нельзя тут ничего прогнозировать. Потому что команды играющие. Ты все бы что не говорил там, что «Динамо» может откатиться. И мы видели это во втором матче на «Спартаком». Да, видели. Но еще нужно понимать то, что все тут умеют играть в хоккей. И лидеров в команде полны-полно. За счет большинства. Да. С предупреждениями в этой точке мы тоже увидели ситуацию не так давно. Первый период завершен. 3-2 в пользу гостей. В пользу «Динамо». Надо больше забивать. Не знаю. Какие-то странные голы пропускаем в удаление. Какой-то быстрый гол в большинстве. Честно, не знаю. Вроде инициативу владели хорошо. Но что-то очень странное происходит. Объявление «Диктора». Сейчас Дмитрий Николаев появляется на последнем рубеже у красно-белых. Вот реакция в первый период. У него 20 минут в игре с «Кунь-Лунием». Да. И там пока статистические показатели не очень. Здесь приходится сходу включаться и останавливать вот такой бросок. Нет, ну конкретно в этом моменте, в принципе, это хороший учет Каблукова. А здесь вот штраф-то, может быть, Муранова выписан. Тем более ситуация попадает под видеопросмотр. Ну да. Там даже доктор с помощью спартаковского игрока туда поехал. Определено. Игра с командой «Динамо» номер 71. Бойной малый штраф. Игра высоко, фонтит и плюски. Цыплаков. Сколько борьбы, а? Как там до последнего Поленков боролся, мешал Цыплакову. Коу, теперь выход Егора Петухова в ноль. Бросок, гол! «Динамо» забивает в меньшинстве 4-2. Егор Петухов отмечает наилучшим образом свой трехсотый матч в континентальной хоккейной лиге. Здесь еще ведь важно, что Петухов в средней зоне развернулся лицом к чужим воротам, чтобы видеть, куда партнер будет отдавать передачу. А он ее вообще отдавал верхом просто в направлении. Петухова, может быть, рассчитывала на отскок от борта. Но шайба остается у бело-голубых. Какой перевод Гусев противоход. Пакет пытается добить. Николаев ложится и справляется с этим добиванием. Пара фантастических спасений от Николаева уже. Джордан Уилл пересекает синюю линию короткопередачи. Кудрявцев бросок. Накладывает свою клюшку Дмитрий Вишневский. Ажиганов дали бросок. В коньки своему попал Игорь. Это был Ильян. Он аж подпрыгнул, но шайба ушла далеко в сторону. Спартак в полном составе. Динамо продолжает атаковать. Отскок удачный для Динамо. Бросок. Гол. И это Егор Римашевский. Это его первая шайба в континентальной хоккейной лиге. И моментально партнер эту шайбу забирает со льда. Как же он вовремя туда приехал на пятачок. Но Динамо додавливало. Может быть само большинство было нормальным. Без какого-то завершения в касании. Но тем не менее давление на ворота Николаева было постоянным. Было постоянным. И Римашевский. Он вообще мне кажется чуть ли не со смены. Да, вон он поменялся. И вот он так с вершины накатывается и попадает. Ну просто красавец. Спартак снова кружит по Динамо. По Динамо. По Динамо. По Динамо. По Динамо. По Динамо. Еще и смена проходит прямо по ходу атаки. Филин. Короткий пас. Пашин бросает. Гол. Какое попадание Александра Пашина. 3-5. Это ответ на твой вопрос, Виталий. Нужно ли Спартаку кнопку нажимать или что-то подобное. Спартак сегодня пропуская даже дупле там в не самых очевидных ситуациях. Просто продолжает играть в хоккей. В принципе то же самое можно и сказать и про Динамо. Но какое давление. Ты правильно заметил про силовой ты Лауева? Может такое не самое частое явление. Ну посмотри, началось все с тройки Голдобина, Бурмистрова и Порядина. Что это бросает у Динамо? В момент у Динамо бросок еще один гол. А вот и ответ со стороны Белоголубых. Что происходит у нас сегодня на Мегаспорте. Какой матч мы с вами наблюдаем? Там, конечно, это у Дэл был. Он просто съел Орлова. Спартак первую тройку выпускает. Сильная диагональ. И это еще один гол. Это 6-4. Ты знаешь, я просто смотрю, сейчас по сторонам все улыбаются. Тут независимость от того, кто за кого болеет, кто за кого переживает. Просто все счастливы, по-моему. Тому, что тут 6-4, что 10 голов. Причем ты посмотри, какие голы-то. И Спартак отвечает. Сколько прошло? 15 сек. Все время лезет в борьбу в самое пекло. И доставляет шайбу на пятак. Шанс у Дэлла. Бросок прямо с пятаком. Столкновение Миронова с Галимовым. И нарушение правил фиксируется. Удар коленом. Ну, в первый момент мне показалось, что это нормальный силовой прием. Атака Спартака 3 в 2. Передача в центре. Еще одна направо. Цыплаков смещается. Бросает. И попадает в самую девятку. Максим Цыплаков. 5-6. Фантастика. Еще один дубль у Спартака. Если этот матч закончится со счетом 10-10, я думаю, что никто уже удивляться просто не будет. Нет, он закончится 11-10 в чьей-либо пользу. Ну, основное время. Я не знаю. Так, конечно, может выглядеть. Что я вот опять это говорю? Ну, на сколько же размашистая атака была у Спартака? Бурмистров. Какой розыгрыш. Бросок. Волков забирает шайбу себе после броска Ручкина. 13-4 было. Ну, значит... 9-8 теперь. Ну, давай так говорить, ладно, чтобы не считать в уме на всякий случай. И снова Бурмистров поцарапывает шайбу. Но там чуть ли не в подкате футбольном играет Михайлов. Бурмистров поцарапалков отбивает в угол. Готовец вперед по борту. Ну, и, наверное, на этом программа второго периода у нас закончена. 6-5 в пользу «Динамо». Как и после первого периода в одну шайбу ведут белоголубые. Егор Ремашевский у нас после второго отрезка. Егор Перочин, поздравляем с шайбой КХЛ. Вы ее сами видели, вам ее оставили. Ребята передали. Как там? Спасибо. Ну, в первом периоде мне Егор Петухов и Артем Альенко сказали, что я сегодня забью. Прислушался. И получилось, что вышел, она отскочила на пятак и там бросил, забил. Вот так хитро там сзади подобрались незаметно. Было на это рассчитано, что так на вас никто не обратит внимания, вы там сделаете все, что нужно? Да нет, просто была суматоха на пятаке. Так получилось, что подкрался, она отскочила и я бросил. В любом случае, как ваши ощущения вообще? Как вот это вливание, как, так сказать, становление, собственно, в основном составе «Динамо»? Ну, это прекрасные чувства. Да, еще доверяют. И я выхожу с такими легендами клуба. Это очень приятно и очень помогает эмоционально и морально. 12. Кудрявцев. Пашин. На двоих «Динамо» пошел. Одел успокоил эту шайбу. Вот бросок все равно не получился, но и игра продолжается. Жесткое столкновение Одела с вратарем. Клюшка в сторону отлетела у Николаева. Одел поднялся, там к нему претензии, обратные претензии самого Эрика. Ну, вообще, очень интересно посмотреть сейчас, как Одел все-таки в Николаева въехал. Ну, инерция была не здесь, вот потом. Вообще, у него бросок не получился. Это раз. Ну, ты знаешь, такое чувство, что все-таки он подпрыгивал. Чайковский выкатился. От красной линии зарядил. Коновалов на месте. Ой-ой-ой. Вот еще одна стычка. Миронов сцепился. С Беляевым, я так понимаю. Да, так и есть. Пока такое начало третьего периода. Скорее, больше эмоций и какие-то претензии взаимные. Недовольство. Нежели моменты. Отдал за спину, отрезал тем самым Каблукова. И вот теперь уже сам готов к приему. Диагональная передача. Голдобин на скорости урывается в динамовскую зону и забивает. 6-6. Николай Голдобин. Второе очко в матче. Я иногда просто восхищаюсь Егором Савиковым. Насколько он в этом сезоне играет уверенно. Насколько он не боится отдавать то, что он отдает. Филин и Цепланков поборолись. Теперь Филин и Локтионов катят к воротам паузы. Егора Филина бросил. Гор! 7-6. Спартак выходит вперед. Эти качели не остановятся никогда. Филин и Локтионов. Егора Филин и Локтионов. Малышев взял небольшую паузу по сготовцу. У готовца проблемы. Теряется шайба по рядам. Перевод шайба задевает сетку, но идет мимо. А ты видел, как он обыграл? Там вообще даже метра не было. Я пропорядина. Пашин Галимов, Ручкин и Рукавичников обороняются у Спартака. Дальний бросок Ожиганова. Попытка добить. И шайба не прижата. Эрик Одел. Как же он добил? Как же он успел? 7-7. Еще одно большинство Динамо сегодня реализует. 7-7. Мы не закончим сегодня ничего. Да и не надо. Потому что это просто концерт, который дают команды. И как быстро у Дэл сориентировался. И в падении. Кстати, он в прыжке. Вот так, чтобы быстрее, чтобы Николаев не успел. Есть Филин, есть Пашин. Но, в общем-то, и Вишневский может зарядить. Он сравнял ноябрьский матч своим дальним броском. Динамовцы выводят игру в среднюю зону. Сирена нас ждет. Фонбет овертайм. И только-только Беляев появился со скамейки. Вот теперь Галимов с Беляевым. Он как раскатит. И едва не добил эту шайбу Александр. Теперь в обратку Динамовцы. Уилл. Слева Гусев. Уилл сам все делает. Бросает в щиток. Отбор у Спартака. 2 в 1 в обратную сторону покатили. Вишневский с шайбой. По правую руку от него Галимов. Но есть еще и сзади Беляев. Еще одна передача. Пауза. Пауза. Ансель поехал в трапецию. Позиционный атака Спартака. Браска мы не увидели. Трибуны гонят Спартак вперед. О, вот эта смена. Галимов. Что это произошло сейчас в зоне Динамо? Пауза. Бросок. Гол. 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 И что-то необъяснимое произошло сейчас в зоне Динамо. У меня просто нет слов. Так, конечно, поменялись динамовцы. Что-то, понимаешь, у Голимова-то он, я не знаю, сколько он на льду, сколько он туда-обратно сбегал. Он догонял, он убегал. Ну, это, конечно, просто что-то, ну, это просто невероятное. Это просто невероятное. А пауза-то, да, перед вортарем? Отпилено. Отпилено от Беляева. Как он там, сколько он там ставил, сколько он раскачивал Коновал. Миронов, уставший, продолжает играть, но не успевает накрыть этот бросок, а его партнер взял и поменялся. Да, оба, оба поехали меняться. Но Миронов вернулся, видишь, с Миронов. Да, он вернулся, да. От штанги еще залетело. Статистика по сезону. Спартаковцы сейчас благодарят своих болельщиков, те отвечают им взаимностью. Мы сегодня поддержку 3-монта слышали постоянно. Герой фан-бет овертайма Кахел, Александр Беляев. Саш, ну вы просто счастливчик. Вы то за доли секунды забрасываете и решаете матчи, то сегодня вот в таком-то же важном противостоянии помогли своей команде. Ну, блин, немножко обидно, что счастливчик. Мы работаем, каждый мог оказаться на моем месте. Я думаю, мы заслуженно победили, мы терпели. Мы где-то ошибались, но главное, мы не опускали руки. А это всегда вознагражает, сами понимаете. Ну вот вы как бы раскачивали этот момент, я имею в виду момент гола. Это вот продуманно все-таки так было? Или просто ждали, что нужно дождаться и где-то своего паса, и где-то своего броска удачного? Ну, так, периферическим зрением увидел, что если я брошу, я не забью. Вратарь хорошо играл, попробовал раскачать, получилось, да? Спасибо Анселю, 99% это его гол, он показал, он вылез, отдал. Все здорово сделали, всех с победой. Радует то, что команда верила. И радует то, что играли 60 минут, как бы, как этот счет не складывался. Все, бывает по-разному складывается игра, но молодчики как-то держали. Нить игры – это самое главное. Поэтому давайте зацепимся за это. Еще раз говорю, сегодня было видно, что была команда. Все ошибаются, ребята, без этого не бывает. Но молодчики, как говорится, друг друга поддержали, выставили в конце, там, в меньшинстве. Но тут целый молодчики. Давайте, как говорится, зацепимся за эту победу и будем двигаться дальше. У нас еще осталась одна игра перед перерывом, поэтому давайте, достойно. Мужики, ну главное, я думаю, правильно сказал, главный тренер, кто вера, делает очень многое. Поэтому давайте верим друг друга и дальше идем вперед. Красавцы, поверьте.